Всем доброе утро! Хеллоу! Бонжур! Шаблото! Хорошей недели! Сейчас началась неделя, началась неделя, сегодня первый день недели после шаббата, так что, так что сегодня берем много пожеланий. И доброе утро, и хорошей недели. Так, Яков Шатайдин с нами, все отлично, Влад Косов с нами, все, основные, шалом, шалом, основные с нами, все, Александр Аликареместер, с днем рождения, да, у него еще не только новый, новый день, у него новый год, у него начался как раз был день рождения, его начался еще и новый год жизни, да, поздравляем с днем рождения, Оксана Андрющенко, все, Марина Шувалова, Елена Котина из Нью-Йорка, класс, вообще Нью-Йорк, Нью-Йорк, представляете, кто-то сейчас находится в Нью-Йорке, кто-то в Тиеве, Зураб Асланян, где находится Зураб, интересно, шалом, Светлана Карачева, Таня Зуева, Игорь Петельников, доброе утро, да, всем шалом, и мы, значит, продолжаем изучать Пертьей, а вот поучение отцов, где нам про отцы, не про отцы, а отцы, то есть отцы это люди, которые давали знания, тоже называется, отца, отец называется это тот, кто дал жизнь физиологическую и тот, кто дал знания, да, поэтому те, которые, которые идут по Торе, да, то есть получают знания от Бога, они как сыновья для Бога, понятно, да, Передея, то есть тот, кто получает знания, он как сын. Хорошо, значит, значит, какая у нас, Зураб Асланян из Германии, все, какая у нас всем взаимно, все взаимно, благословляющий будет благословлен в тысячу раз, благословляющий будет благословлен, Светлана Света, привет, хорошо, итак, сегодня у нас одна из самых важных мишнает вообще, которые я вообще знаю в жизни, это очень такая основополагающая, значит, смотрите, вот мы сейчас находимся, вторая глава, там идет все про выборы, первый идет выбор, надо делать, который хорош для тебя, хорош для людей, надо понимать, ну и так далее, я сейчас не буду повторять все уроки предыдущие, а сейчас у нас такая мишна, которая звучит так, ее продолжает это Роман Гамлей, все мишны, он говорит Роман Гамлей, вот последние три, он говорит такую вещь, Ларита Федорова, она смотрит, все, значит, можно продолжать, он говорит такую вещь, значит, делай его рацион, его желание, его это имеется ввиду Бога, как ты делаешь свою волю, свой рацион, для того, чтобы он сделал свою волю, твою волю, как его, давайте разберемся, что здесь есть, это первый час мишны, потом будет второй, значит, что такое рацион, рацион переводится, это желание, делай его желание, как ты делаешь свое желание, чтобы он выполнил твое желание, как его, значит, человек состоит из набора желаний, то есть, есть вот то, что человека двигает по жизни, называется рацион, желание, то есть, вот, почему вы сейчас на урок пришли? По одной причине, у вас было желание прийти на урок, это желание прийти на урок было больше, чем желание чего-то остального, то есть, если бы у вас не было желания прийти на урок, вы бы не пришли, я сейчас до урока пробежал сегодня 11 километров, бежать это ля руц, реца, тот же корень, что рацион, ля руц и рацион, это один и тот же корень, желание и бежать, то есть, у меня мое желание бежать, подняло с кровати, и я пробежал 11 километров на вот этом вот рационе бежать, и был такой момент, мне уже было, да, 11 километров, мне было тяжеловато, знаете, но у меня был рацион, желание было больше бежать, чем рацион остановиться, чем желание остановиться, то есть, человек состоит из набора вот этих вот рационот, желаний, которые двигают его в разные стороны. Дальше, когда у человека есть этот рацион, этот рацион у него внутри включает процесс мышления, и, то есть, у меня вот такая есть метафора, рацион это как такое веретено, и вот у человека есть какое-то желание, и оно у него внутри включает процесс мышления. Как оно включает процесс мышления? Есть у меня намерение, дальше это намерение, оно надевает, включается прошлый опыт. И вот этот прошлый опыт мне говорит, что будет у меня при реализации этого намерения. Понятно, да? И дальше, если мне прошлый опыт говорит, что будет хорошо, то это намерение, оно получает как бы разрешение реализоваться. Я начинаю его реализовывать. Дальше мой рацион сталкивается обычно с реальностью. То есть у человека есть рацион, например, я хочу, я хочу, давайте, простой какой-нибудь рацион. Я хочу сейчас апельсиновый фреш, сок апельсиновый фреш. Вот я захотел. То есть у меня появился рацион получить сок апельсиновый свежевыдавленный. Теперь, когда у меня появился этот рацион, дальше у меня внутри включается, сразу включается выборка из моего опыта, где я могу его получить. Так, кафе, закрытый. Дома, апельсинов нету. Магазин, далеко. Оп, у меня включается мой рацион с реальностью, и мой мозг, он как бы высчитывает возможности реализации этого рациона. Теперь, если этот рацион достаточно сильный, мое желание, то я начинаю двигать этим желанием, начинаю сдвигать реальность. То есть я начинаю там, например, я могу позвонить, заказать, и какой-то человек начнет делать, другой человек привезет и так далее. То есть это, вся эта история будет оплачена деньгами, потому что все участвующие в операции, люди, которые делают сок, привозят сок и так далее, они хотят получить деньги, потому что им нужны деньги для реализации их каких-то рационов, их желаний. То есть так двигается этот мир. Рацион, желание человека, и дальше на него надевается все остальное. Если есть сильное желание, есть люди, которые там, они двигают мир просто, да, у них есть какие-то там цели, мечты, они прям все, хочу, хочу там стать президентом, хочу, значит, выиграть Олимпийские игры, хочу. И у них их рацион, он прям безостановочно драйвит мир и двигает мир в каком-то направлении. Есть другие люди, у них рацион рассеянный, они хотят много всего, иногда вещи противоположные, поэтому их желания, они рассеянно двигаются, иногда у человека есть внутри желания одно и второе, прямо друг другу противоположные. И в этом случае, естественно, что векторы, если двигаются в разные направления, очень непонятно, какой будет результат. Теперь дальше. И есть рацион Ашева. Рацион Ашева это Бог, который создал мир и сотворил мир, его было желание создать мир, его было желание установить какие-то правила, и он выразил это желание где? В Торе. То есть мы знаем рацион Бога, желание Бога, это его заповеди. Он сказал, командмент на английском заповеди, командмент, команды, он нам дал команды. Так делай и все, значит. Теперь у человека есть свои желания, то, что он хочет, а человек хочет получать удовольствие, человек хочет, чтобы все было, как он хочет, человек хочет, чтобы его любили, человек хочет кушать, есть, пить. То есть есть потребности маслоу, которые выражают запрограммированные желания. Есть у каждого свой дополнительный какой-то перекос, например, есть шесть потребностей по Тони Роббинсу, оно отличается от маслоу. Есть по-простому разделить. Все хотят получать удовольствие, просто у каждого разные идеи, как получать удовольствие. В общем, у каждого человека есть набор его рационов личных. Есть у нас у каждого набор команд, заповеди от Бога. И говорит нам Робан Гамлеев, когда ты что-то хочешь, ты готов мир свернуть ради своего рациона. Когда ты что-то хочешь, как люди, знаете, кто-то там планирует себе отпуск. Это вообще, я как-то погуглил, мне нужно было узнать, как там куда-то доехать, ну, на машине и все такое. Я нахожу дневник человека, и он там, год он себе планировал отпуск, маршрут, вплоть до часа, вплоть до получаса. Он точно знал, куда он доедет, как. То есть он просто прописывал, просчитывал маршруты, вплоть до того, где солнце встанет в гостинице, когда он будет просыпаться. Вот он хотел в Швейцарии, чтобы там... То есть есть такие люди, которые настолько обслуживают свое желание что-то получить, что просто для них... Ну, это просто для них все. Ну, их желание, это просто капец, как для них важно. Теперь говорит нам Рабан Гамлией. Асэр и цунок, делай желание Бога. Как ты делаешь свои желания? С той же охотой, с той же радостью. То есть выполняй заповеди с таким же осознанностью, усилиями. И как ты выполнял бы свои желания? Значит, как называются эти люди, которые полностью выполняют желания Бога? Они называются цадики, праведники. То есть у них своих желаний нет. У них есть только желание Бога. И так как желание Бога помогает другим людям, то цадики помогают другим людям. И я знал, например, Равицкак Зильберг, Зихрано Цедикли Враха. И к нему тысячи людей идут со своими просьбами, проблемами, желаниями, сложностями, вопросами этими. И он целыми днями занимается чужими делами. Для него нет никаких своих дел, никаких своих желаний. Он все время занимается чужими делами. Почему? Потому что это желание Бога. Бог сказал заниматься добрыми делами. Минут Хасадим, это заповедь. Вот он всем этим и занимался. Сама отвержена, сама отдача. Теперь есть такой закон, что когда цадик что-то говорит, то Бог выполняет его желания. То есть так как цадик, он полностью выполняет желания Бога, то у него накапливается такой депозит, такая огромная сила вот этой вот. Он с Богом как бы соединяется каждый раз, выполняя его желания, выполняя. Что потом, если у цадика есть какое-то желание, Бог выполняет его желания. Поэтому к цадику все бегут с просьбами, благослови, благослови, благослови. Благословение от цадика делает чудеса. Почему? Потому что он именно выполняет все время волю Бога. Потом он говорит, дай ему детей. У человека родился ребенок. Дай ему там богатство. У человека богатство. А вы спросите, а цадик что для себя не спросит? А вот он потому и цадик, потому что у него своих желаний-то нет. У него столько желания Бога. Он говорит Богу, со мной как будет, так будет. Я все принимаю, я понимаю, что ты все делаешь для моего добра. Поэтому как будет, так будет, я ничего просить не буду. То есть ты знаешь сам, что для меня лучше. Так живет цадик и выполняет заповеди. Когда к нему приходит человек, что-то просит, он говорит Богу, пожалуйста, помоги ему. Бог помогает. Понятно, да, как работает? Это доступно каждому из нас в той мере, в которой мы хотим получать от Бога отдачу. То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему. То есть, то, как ты выполняешь заповедь, является примером того, как Бог выполняет твои просьбы. Если ты выполняешь заповедь со всем усердием, с радостью, с желанием, то Бог выполняет так же, если можно так сказать, с желанием твоей просьбы. Причем тут интересно, знаете, на чем больше всего проверяется? На непонятных желаниях. Когда человек говорит, я не понимаю Бога, почему он сказал в субботу отдыхать? Не, ну я бы так не... А кто, что, прямо нельзя, что ли, свет включать? Не, я вот тут, я Бога не понимаю, значит. Там, где я Бога понимаю, я буду его слушаться. Там, где я Бога не понимаю, я его слушаться не буду. Отлично. Потом человек просит у Бога, я хочу там, он работает, например, ему платят зарплату тысячу долларов. А он говорит Богу, я хочу стать миллионером. Бог говорит, не понимаю вообще, не понимаю твою просьбу. Ты работаешь, тебе платят тысячу долларов. То есть, ты хочешь вдруг вместо тысячи долларов миллион. Откуда эта просьба вообще? Как? То есть, ты... Как человек проверяет Бога? Я тут не понимаю, тут мне сложно, тут я не могу, тут я... Тут завтра, тут я подумаю, я еще не готов. Как у меня есть один знакомый, он еще не готов обрезаться. Он уже 20 лет готовится к обрезанию, да? Ну, слушай, это же... Вот именно на этом и проверяется. Или ты выполняешь волю Бога как свою, как сказали евреи на горе Синай, наасе венишма. Сделаем, потом будем разбираться. Понятно. Теперь, значит, идет вторая часть этой мишны. Батель рецунхо, митне рецуно. Теперь есть случай, когда Бог запретил что-то сделать. И в этом случае человек, он как раз... То есть, есть повелевающие заповеди, есть запрещающие. В запрещающих заповедях, в запрещающих заповедях, Бог сказал, это делать нельзя. А человек хочет делать. Почему он хочет делать? Потому что он надеется получить удовольствие с помощью некошерной еды, запрещенных половых связей, нарушения каких-то заповедей, которые ему непонятны. Значит, в этот момент, в этот момент, когда человек свой рецун, свое желание останавливает перед запретом Бога, он говорит Богу, я понимаю, что ты в мире хозяин. В этот момент обещает нам Рабан Гамриэль, что Батель отмени свой рецун, митне рецуно. Гдейши у Бог и в отеле рецунах и рим, митне рецунах. Чтобы он отменил рецун желания других людей, направленных против тебя. Например, человек что-то хочет, другие люди против него имеют какое-то желание, враги там и так далее. И здесь как раз включается защита Бога или не включается. Так вот, нам пообещал Рабан Гамриэль, что если ты отменяешь свое желание, и в случае, когда нельзя делать, ты не делаешь, в этот момент Бог отменяет желания других против тебя. Здесь очень интересная связка вот этих трех мишнает, что первая мишна, сказал Рабан Гамриэль, что хорошо совмещать занятия Торой с работой. Что когда человек занимается двумя этими делами, это не дает ему возможности согрешить. Дальше в этом мишне он говорит, что нужно еще заниматься царкей-сибур, то есть заниматься общественными нуждами. и дальше он говорит следующую мишну, что те, которые занимаются общественными нуждами, чтобы были они осторожны с властями. А здесь он говорит, вот представьте, человек, например, он занимается общественными нуждами, он приходит к царю, к обычному земному царю. И говорит, я хочу, и он высказывает какое-то желание, там не для себя, для общины, дайте нам там синагогу, дайте нам то. Ну, какие-то у него есть с властями запросы по поводу еврейской общины. И он думает, что ответ зависит от кого? От царя. От обычного царя, от властей. А говорит нам Рабан Гамриэль в этой мишне? Нет, говорит. Все решает Бог. А как Бог решает? В зависимости от твоего личного взаимоотношения с Богом. Или ты выполняешь его заповеди, тогда ты просишь Бога, Бог тебе помогает, и тогда любой царь сделает все, что надо. Или же ты говоришь, нет, мне заповеди Бога не важны, тогда ты, опять же, отдаешься куда? Ты отдаешься под управление тех сил, которые ты сам назвал силами. Почему эта мечта, я считаю, самая важная? Потому что, в принципе, рацион, желание человека, это самая важная вещь, которая двигает его по жизни. И тот человек, который умеет концентрировать свое желание и умеет им управлять вот это свое намерение, да, то он берет под контроль самую большую силу. То есть, это как бы корневая сила, главная сила, начальная сила. Если человек, он начинает управлять вот этим своим направлением, своей силой, своим желанием, он тогда берет под контроль свою жизнь. И, значит, тут я вспоминаю, вот в трактате Брахот, когда разбирается вопрос молитвы, там разбирается очень интересно этот вопрос. Написано, что Бог тоже молится. И как, а как Бог молится? Значит, и тут есть, там написана такая молитва, что Бог, он говорит, «Ей рацион милифанай, пусть будет желание передо мной же». То есть, есть Бог, который, ну, тот, как бы, основа всего. Основа всего, основа мироздания, Бог непостижимый, бесконечный, не вообще, ну, то есть, он только, мы его можем описать терминами, мы не знаем, какой он, он непостижимый. Дальше этот Бог, у него появился рацион, его желание создать мироздание. И дальше это желание создать мироздание было выражено в Торе, в Торе, как бы, чертеж мироздания, и начало развиваться это мироздание, в котором было уже структурировано, разделено, вот это добро, то, что Бог назвал добром, это зло, то, что Бог назвал злом. И были выставлены заповеди, заповеди поверевающие, делай добро, то есть, добро – это выполнять желание Бога. И не делать зло – это не нарушать желание Бога. Теперь, вот этот мир структурированный, он пошел, 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 и он развивается. Теперь, люди, когда молятся Богу, они говорят, ей рацион мелифонека, пусть будет воля твоя, и просят Бога, чтобы он повернул мир куда, куда человек хочет. Что такое молитва? Человек просит Бога, поверни мир, поверни всю вот эту вот машину, все мысли других людей, все там, всю вот эту вот реальность, поверни туда, куда я хочу. Вот это вот молитва человека к Богу. Ей рацион мелифонека. Но по факту-то, сила человека определяется его близостью с Богом. То есть, если он с Богом близкий, тогда, естественно, что для Бога нет невозможного, и для человека становится нет невозможного. То есть, очень важно, очень важно в своей молитве и в своей жизни соединиться, вот попасть в резонанс с Богом. Как это сделать? Изучая то, что Бог сказал, надо делать, делая это, радуясь этому, радуясь миру, который Бог создал. То есть, очень часто, вот смотрите, идет некая ситуация в жизни. И кто сделал эту ситуацию? Ее сделал, сам же человек, он сделал свою жизненную ситуацию, а Бог ему дал, как бы, по запросу человека, исходя из его действий, исходя из его пожеланий, исходя из его, как бы, ну, полностью учитывая все факторы, Бог дал ему некую реальность. И Бог, он хочет человеку только добра, потому что, если бы он хотел зла, он бы его просто взял, бы уничтожил, стер бы и все, не было бы человека. Поэтому Бог хочет добра, но для добра он ему дает некую учебную ситуацию, в которой человек должен разобраться и понять, что делать дальше. Что делает большинство людей? Обвиняют Бога, обвиняют ситуацию, обвиняют других людей. Они полностью, вместо того, чтобы принять, осознать, полюбить, порадоваться и сделать следующий шаг, понимая, что на каждом из нас ответственность за все, что мы получаем в жизни, это стопроцентная ответственность. То есть, Бог этот мир, он сделал, как ответ на действия человека. То есть, он дал человеку этот мир для того, чтобы ему, Леонод, отвечать ему на его действия, на его молитвы, на его поступки и так далее. Сделал человек поступок, Бог ему дает реальное. Сделал он следующий поступок, дает следующий реальное. Человек говорит, и есть механизм, называется тшува, раскаяние. Человек говорит, блин, я не туда залез, я не то сделал. Ой, прости меня. И он возвращает, как бы отматывает обратно пленочку. Тшува, раскаялся, все, я больше по этой дорожке не иду, я иду дальше по вот этой дорожке. Бог говорит, отлично, раскаялся, раскаялся, давай, принято. Дальше человек идет по новой дорожке и получает, опять же, следствие о своих поступках. В итоге, если ты идешь по дороге Бога, у тебя есть вечная жизнь. Все. Вот такая вот история. Значит, давайте сделаем выводы. Давайте сделаем выводы. Значит, первое, нужно узнать, что Бог от нас хочет. А это можно узнать только из Торы. И дальше, когда ты узнал, что Бог от тебя хочет, нужно выполнять Его волю с такой же радостью, как ты делаешь свою. И чем больше ты выполняешь Его волю, тем больше ты цадик. И тем больше у тебя есть запас, чтобы Бог выполнил твою волю, как Его. Когда ты просишь у Бога что-то, у тебя появляется основание просить и основание получить. Потому что, как ты выполняешь волю Бога, не задумываясь, сказано, сделано, так же Бог потом выполняет твою волю, твои просьбы. Но если ты расслабляешься и перестаешь слишком... Вот смотрите, люди же как делают? Некоторые, да? Они очень много у Бога просят. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда носил, дом зарплату отдавал, тетя-чем мамой называл, был к футболу равнодушен, и в компании не скушен, ну и так далее. То есть, есть люди, которые Богу выставляют столько условий, как Бог должен сделать, что Бог всегда... Ну, как бы, это невозможно выполнить всю вот эту вот комбинацию желаний человека. Поэтому, по-простому, есть... Бог нам пообещал, что если вы выполняете заповеди, то я вам буду помогать, и не будет никакого... у вас никаких проблем не будет. Поэтому, я вам желаю, хотите, вот именно хотите выполнять заповеди Бога, и Бог вам даст возможность их выполнять. Все, деньги, здоровье, отношения, любовь там и так далее, все это, если это нужно для выполнения заповеди, то тогда Бог вам даст. Понятно? Все, удачи, успехов, до побачения, стыла бачения. Все, жду ваших выводов. Пожалуйста, тот, кто учился и не сделал выводы, как будто бы не учился. Надо сделать три вывода, надо сделать для себя план действий, надо эти действия выполнить. Потому что в перте вот нам сказано, прямо сказали мудрецы, тот, кто учится, чтобы делать, тому помогут учить, обучать, запомнить и сделать. Все, давайте, сразу можете сделать какую-то заповедь, дать сдаку, например. Вот вы берете, вытаскиваете из кармана любую монету, там, любое все, и говорите, выполняю заповедь сдака, оп, и передаете куда-то на доброе дело. Дальше, кому-то сделали хорошее там пожелание, просто помолитесь за Наташу Блау, там, чтобы у нее все получилось. Оп, отлично, уже тоже вы как-то стали чуть-чуть садиком, да, или за Талия Рафальскую, там, или еще за кого-то. За Мошеками Сорука помолиться можно. То есть, когда вы делаете кому-то добро, вы в этот момент выполняете заповедь и усиливаете, усиливаете, как бы, вот эту вот силу, делая волю Бога как свою, чтобы он выполнил твою, потом волю как его. Все, до побачья. Пока, до свидания.